В России зафиксировано резкий спад потребления алкоголя и табака. Об этом сегодня заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подготовили доклад о работе за прошлый год. Документы внимательно изучил мой коллега Иван Уваров. Сейчас он уже в студии и обо всем готов рассказать в деталях. Вань, информация действительно интересна, достойна внимания. Что тебя удивило больше всего? Да, Кать, добрый вечер. Вот называют Россию самой пьющей страной, а нет факты и сам инфоповод за себя говорит. Впрочем, обо всем по порядку и в цифрах расскажу прямо сейчас. Итак, специалисты Роспотребнадзора в своих подсчетах опирались на несколько факторов. Первый из них – количество больных, взятых под наблюдение, имеющих диагноз алкоголизм. Так вот, эта цифра снизилась на 36%. И еще на 24% снизилось количество больных алкоголизмом. Это те люди, которые уже состояли на учете в лечебно-профилактических учреждениях. Но вот на этом, кстати, подсчеты, связанные с алкоголем, не закончены. И сейчас посмотрим, как обстоят дела со смертностью от случайных алкогольных отравлений. Здесь за основу взяли год 2005. И тогда цифра была довольно-таки-то высокая – 41 тысяча человек, как мы с вами видим. В году минувшем, то бишь в 2016-м, цифра вот такая – 8,3 тысячи россиян погибли от алкогольных отравлений. Ну, как мы с вами уже видели, статистика говорит о резких улучшениях. А сейчас, внимание, курильщики, про вас давайте поговорим. Итак, доклад Роспотребнадзора гласит, на 39% снизилось потребление табака в России. Но при этом специалисты не уточняют, на основе каких конкретно цифр производили расчеты. Тем временем, в Международной конфедерации обществ потребителей заявляют, курить стали меньше всего лишь на 10%. И общее число любителей подымить в России – 30 миллионов человек. Но так или иначе цифра не увеличивается. Кстати, общая сумма штрафов за курение в неположенных местах тоже сократилась. В 2016-м надымили на 212 миллионов рублей. Это на 14 миллионов меньше, чем в году 2015. Катя, знаешь, еще специалисты говорят, что вот такое снижение цифр, вернее, такому снижению цифр поспособствовал и антитабачный закон, и ограничение продажи алкоголя в ночное время. И не только. От тебя хочу добавить, что Первый Ярославский тоже вносит вклад в улучшение статистики. Мы за здоровый образ жизни. Хочу зрителям напомнить, что буквально ближайшую субботу, 22 апреля, в 13.00 на Спартаковце, вместе открываем велосезон, цветочный велопарад. Мы с Иваном и с другими коллегами уже сформировали команду и будем крутить педали. Присоединяйтесь.